В эти минуты во Дворце Независимости проходят официальные переговоры президента Беларуси и лидера Судана. Омар Хасан Ахмед Аль-Башир прибыл в Минск накануне. Контакты между двумя странами развиваются. В последние полтора года в отношениях отмечается особый прогресс. Это государство важный партнер Минска на африканском континенте. Минск и Хартум стремятся к более многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами. Позвольте приветствовать вас в Беларуси. Мне очень приятно, что вы приехали к нам зимой. Правда, сегодня не зимний день, но для того, чтобы почувствовать себя на севере, сегодня температура достаточная. После Хартума, где плюс 30, попасть в ноль, это хороший экстрим. Я помню очень отчетливо, очень хорошо помню свой визит в вашу прекрасную страну. Нам удалось тогда достичь ряда договоренностей, которые смогут, безусловно, вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности. Я, господин президент, хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны. Для меня большое счастье быть в Беларуси, дружественной для нас в стране. Наши отношения укрепляются, особенно после вашего визита в Хартум в прошлом году. Реальный результат вашего визита – открытие посольства Судана в Беларуси. Мы очень довольны уровнем наших отношений. Со мной прибыла большая делегация, и мы уверены, что вместе с Беларусью можем сделать многое. Среди перспективных направлений сотрудничества Минска и Хартума – участие белорусских компаний в проектах в сфере золота, добычи, энергетики и строительства, организация в Судане совместных сборочных производств автомобильной и сельскохозяйственной техники, создание предприятий по производству мясной и молочной продукции, продвижение белорусских образовательных услуг. В эти дни в Минске открывается посольство Судана. Планируется, что по итогам белорусско-суданских переговоров будет подписан пакет документов.